Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поиграем в игрушку, в культовую даже можно сказать игрушку, где нам с вами предстоит выиграть роль, собственно говоря, смерти. Выбирать кому идти в ад, кому идти в рай, а кому идти куда-нибудь подальше, ну вы поняли, да? В общем-то, игрушка довольно-таки культовая, в том плане, что первая часть, это вторая, это уже вторая часть, которую мы сейчас играем, есть еще первая часть, но она вышла чуть ли, блин, 5, может быть, даже 6 лет назад, и тогда она покорила сердца многих людей, я вам так скажу. Я, конечно, в нее особо много не наиграл, но мне тоже было интересно. А это уже вышла вторая часть, вышла она буквально недавно, поэтому, думаю, стоит на нее посмотреть. Может пройдем, может нет, все зависит только от вас и как она вам зайдет. Давайте начинать, интересно уже гляну, что у нас тут происходит. Ага, и что? Не натыкнуть? Ага. Автобус уже подъезжает. Ага, опять поедем стоя. Когда мы уже выберем о себе лидера? Нам нужен свой автобус, чтобы можно было посидеть по дороге домой. Да, было бы замечательно. О, вот он, и снова забит, как я и говорил. Где, кто? Ничего себе. Это типа все смерти, да? Все, все, все вот это, это все смерти, да? О, там кентавра, минотавра, точнее. О, это я? Или нет? Не знаю. Но я ничего делать не могу. А, я могу вот так нажать. А, то есть тут передвижение как такого нет. Мне нужно только тыкать вот на всякие эти опознавающие знаки. Знаки, да? Окей. Так. Ну, рассказывай. Тебя за что уволили? 17 проваленных рабочих дней. Я и 20 проваливал, и ничего. У меня подряд. А, вот оно как. А тебя за что? Я все еще работаю, но сегодня выходной. В распределителе не бывает выходных. Ты не читал договор? Вот черт, я безработный получается. Ну, да. Окей, видимо, это все смерть, которая, ну, в принципе, я не знаю, как их называть. В общем, это все чейники, которые проваливали свою работу в виде смерти, которая выбирала, куда кому отправляться. И они стали бомжами. Вот, в реальности почти все то же самое, так что это, ну, вы поняли. Хорошо. Автомат с бананами, пиццей и гамбургерами внутри. Ничего себе. Я такой хочу. Засуньте купюру, чтобы получить обед. Ожидание. Нет денег, нет обеда. Отойдите от аппарата или вы пожалеете? Би-боб. Понял. Чего делать будем? Сначала погоняем, а потом заедем за бургерами к голоду. Чего этот простофиля уставился? Кажись, он услышал про бургеры. Давай немного его помнем, а потом поедем. Да как-то лень подходить. Если он сам к нам подойдет, помнем. Ладно, я пошел до свидания. Так, это что такое? Вакансия. Работа в профсоюзе для всех желающих, которые находятся в безвыходной ситуации. Безвыходных, но с перерывами на обед и сон. Дружный коллектив, достойная оплата, оплаченное жилье и общие душевые. ПС, бесплатные перекусы и кафе прилагаются. Это мне? Хочу. Так, полицейский. Стоять! Причина прохода, жнец. А, вот жнецы. Давайте их так называть. Они будут жнецами. Хорошо. А, на работу пришел устраиваться. Конечно, конечно. Тебя ждет сложное, но счастливое будущее. Работа в охране это не так просто, как кажется. А ты в профсоюз. Тогда вот дверь, заходи. Погнали. Так. Что если тут жнецы прям это? О, новичок. Добро пожаловать, ты сразу принят. Да? А что, так можно было? Ладно, спасибо. Теперь ты будешь распределителем, а я буду твоим инструктором. Кажется, мне удалось избежать увольнения. Фукс, спаситель ты мой. Кофеман, аналитики, казначей. У меня есть 0 баксов, есть карта. Работа день 1, куча всего. Там знак герба этого Советского Союза. Окей. Давайте к аналитикам зайдем в гости. А, нельзя, да? Понял. Ну, пойдемте. Хорошо. Отступник, бюрократ. О, нифига себе. Это что такое? Ладно. Во, мне сюда, да? А что дальше? Механик, ученый. Я могу же сесть на этот. А, и куда-то поехать, понял. Консьержка. Прикольно. И лифт, не работающий. Окей, погнали. Классное кресло. Классное кресло, да? Так и манит. Кресло для главы профсоюза. Совсем новое. В нем еще никто не сидел. Мы решили, что это отличное место для кресла. На самом беду. Возможно, ты или любой из нас когда-нибудь заслужат право сесть в него. Но не сегодня, новичок. Спасибо, блин. Так. Что, у меня дальше идти? А, мне нужно на байк сесть? Нет, стоп, погодите. Что мне нужно? Что ты от меня хочешь? День первый. Не понял. Можно я в него сяду? Нет? Что делать? Куда? А? Что? Механик, ученый, консьерж. Это у нас настройки. Ну, давайте походим еще куда-нибудь. А, так нельзя. А, вот так. А, я думал, я уже на работе нахожусь. Ладно. Ангелы и демоны. Поздравляю с получением этой работы. Сегодня тебе предстоит обучающий день. Мы проверим твое зрение, умеешь ли ты читать и следовать инструкции. Отправляй ангелов в рай, а демонов в ад. Меня в рай. Меня в ад. Понял. Кого отправить в рай? Тебя. Верно. Ангелы хорошие. Кого отправить в ад? Смотрите. Нифига прикольно выглядит. Очки у чуваков. То есть, мне нужно 10 человек куда-то отправить. Я правильно понял? Хорошо. Давай в ад. А, кого отправить в ад? Ночные волки просто, пс, тебя. Верно. Хорошо. Кого отправить в рай? Опять же тебя. Что он тут написал? Какая осторожная хруппа, как твой ствол? Замечательно. Верно. Окей. Ну, это легко, типа, да? Выглядит очень легко. Тут ангелы и демоны, типа. Но тут выбирать не нужно вообще. Интересно, как там в аду? Хочешь? Не, ладно. Так. Кого отправить в рай? Давай тебя. А тут выбирать нам вообще не приходится. Я уже понял. Я, я все понял. Тебя в ад. И тебя в рай. Победа. 10 из 10. Идеально. Отлично поработал. У меня, кстати, 3 сердечка было. Я мог 3 раза, видимо, ошибиться. И прошел на оценку А. Ну, то есть, я идеально сейчас сделал. Все по-сему. Хорошо. Тут можно получать репутацию от профсоюза, от всадник войны, всадник чумы, всадник голода и всадник смерти. Ну, это, типа, эти знаки апокалипсиса, как я понимаю, да? Ладно, погнали. Что делать? Кофеман. Так, то есть, у меня будут эти появляться реплики, то вот эти вот значки. Я вас понял. Этот график ползет вверх. Да! А этот график ползет вниз. Да! Отлично поработали! Что? А. Спать? Ладно, пока. Так. Тут что-то появилось. Стандартный контракт. Условия. Дополнительные клиенты плюс 10%. Награда. Деньги плюс 10%. Репутации профсоюза плюс 10%. Принимаю. Контракт принят. Хорошо. Так. Новичок. Желаешь заключить небольшой контракт? Я уже. Я уже. Подробности на доске попробуй. Я уже, да. Так. Пойдемте дальше. А. У нас тут новенькое. Может тебе не видно, но я занят. Очень важной работой. Моим величайшим исследованием. Ладно, пока. День второй. Погнали смотреть. Здесь теперь не будут только ангелы и демоны. Вот. Нейтралы. Что это такое? Это нейтралы обычной люди или кто-то очень похожий на людей? Очень похожий? Стэтхем? Ой, тьфу, как его звук. Этот. Про семью, который говорил. Ладно, не важно. Так. Ну, я так понял, тут будут всякие герои из фильмов. Я многих могу не знать. Фильмы я очень давно не смотрел. И уже подзабыл вообще все, что только можно было. Так. Иногда они попадают к нам с различными безделушками, которые ничего не значат. Тебе еще рано работать с особыми признаками. Поэтому сегодня все просто. Нейтралов без особых признаков нужно отправлять в чистилище. Там разберутся, проведут инструктаж, поддержат в калетках и отправят куда надо. Лучшие практики мира живых для бывших живых. Понял. Пол это лава. Понял. Ну, ОМОНовцы что? Кого отправят в чистилище? Так. Ну, смотрим. А тут всех. Вот этого я бы не отправлял. Он странный какой-то. А вот этого я бы отправил. Погнали. Верно. Замечательно. Кого еще отправят в чистилище? Давай тебя. У тебя просто шляпы. Хорошо. Еще кого? Ну, тебя. Замечательно. Кого еще? Ну, давай космонавта. Ну, давай вот этого репера какого-то. Кого отправить в рай? Ну, тут все просто. Вот этого. Дальше. Кого-то отправить в чистилище. Вот этот странный чел подозрительный. И вот этот. Ну, давай вот этого отправим. Верно. Окей. Хорошо. Что угодно, но очки не сниму. Ну и ладно. Так, чистилища. Иди с очками прям туда. Ля, какой гуденья. Ну, давай тебя тоже. Хорошо. Ответь не существует или посей дом. Не знаю. На тебя отправить пока не буду. А, все? Одесса человек? Че? Вообще, кстати, а мы деньги-то зарабатываем, я даже не смотрел. И как-то не до этого было. А, вот деньги. Плюс 11. Нифига. Да мы с вами богатые скоро станем, да? Ну-ка. Сколько? 20 баксов? Не, ну, слушайте. На это даже жить можно. Тут что-то демоны тусуются. Не понял. Че задвиж. Так, следующий контракт. Допонятели клиенты плюс... Ну, это то же самое. Профсоюз плюс 10. Деньги плюс 10. И дополнительные клиенты плюс 10. То есть плюс один клиент, по сути, да? Ладно. Я-то че? Ну, пойдемте зарабатывать дальше. Может быть, еще что-то новое появится. С чистилищем мы разобрались. Туда всякие, а, эти, обычные людишки попадают. Там уже все решается. Так. Продолжаешь продвижение по карьерной лестнице? Среди безделушек, которые клиенты тащат с собой, ты можешь заметить особенные. Это признаки, которые привязаны к клиенту особым способом. Эти... А вот эти два, например, это добродушие и злоба. Добродушие это райский признак, злоба адский. Если райских признаков больше, чем адских, клиент отправляется в рай. Если наоборот, это ад. Если поровну, то в чистилище. Меня переполняет гнев. У тебя все получится. Окей, я понял. Все дунки просто. Кого в ад? Кого в ад? Я бы вот этого в ад отправил. Верно. Да я знаю. Кого в чистилище? Я не знаю, как в чистилище тебя. Хорошо, разобрались. Кого еще в чистилище? Давай вот тебя. Замечательно. Кого еще? Вот тебя давай. Замечательно. Так, кого еще? Так, этого в рай. Вот этого в чистилище. Во, вот этого давай в чистилище. Мне можно помнить в рай. Во, в ад. В ад я вот этого давай отправил. Д. Д. Погнали. Хорошо. Кстати, у нас больше людей стало 13. Было 11. Так, кого в ад? Тебя еще разок. Хорошо, идешь. Начало, окончание. Конца, начало. А? Ладно. Так, кого в рай? Вот этого зэка. Видимо, он тебя хорошо в сервере очень вел. Поэтому отправляется в рай. Заслужил. Кого в чистилище? В чистилище у нас летит вот этот челик. Хорошо. Так, в чистилище. О. Это же я. Это Марио, типа, отсылка, да? Я тебя понял. Хочу, чтобы здесь прямо сейчас началась драка. Не, спасибо. Так, в рай мы отправляем вот этого. Хорошо. И в чистилище вот этого Геркулеса. А давай вот этого. Хорошо. Все. Слушайте, рабочий день вообще на ура проходит у нас. Без каких-либо проблем. Все просто. Денег я вроде больше стал зарабатывать. А может и нет. Ну, не важно. Так, отправляемся дальше. Теперь я могу поговорить вот с этим чувачком. У меня, кстати, книга какая-то тут появилась, да? Раньше вроде не было. Вроде да. Так. Задания. Кому несложные... Кому? Задания. Кому несложные задания. А он, типа, рекламирует. Да, поняли, да? Для самых ответственных и смелых. Ну, все. Я выполнил свою работу. А, да? Ну. Так, давайте возьмем очередной контрактик. И посмотрим, что за задание. И можно ли его взять. Можно. Крысы-шпионы. Крысы проникают в различные места. Но им нужно отправиться вместе с клиентом, чтобы оставаться незамеченными. Условия. Отправить крыс по трем различным направлениям. Награда. Репутация чумы и деньги. Задание. У моих крысок выходной. И каждая из них выбрала себе место для отдыха. В этот раз обойдемся без слежки. Разведки, доставки и исследований. Нужно отправить крыса вместо их отдыха. Давайте глянем, что такое. Так. И что? Куда? Куда? Куда идти? Что делать? Ага. Так. Еще с тобой можно? Поговори позже. Я почти закончил. И не дыши. На колбу. Окей. До свидания. Я вроде взял задание, но оно не взялось. Не. Ну ладно. Больно-то хотелось. Ну или по крайней мере я не знаю, как его выполнить. Выраженные признаки. Демоны с райскими признаками и ангелы с адскими признаками. Демон обладает выраженными признаками ада. И дорога в ад для него всегда открыта. Но если райских признаков больше, чем адских, а демон это адский признак, то тогда можно и в рай его отправить. Мне некомфортно. С ангелом ситуация аналогичная. В смысле, я не хочу вам. Если же признаков поровну, то чистилище, а там разберутся. Знаешь, мы ведь стараемся не лезть в дела чистилища. Да я понимаю. А, вот они крысы. И что мне с ними делать? А что я здесь тыкнул? А, во. Отправить крыс по трем различным направлениям. То есть, вот в этой миссии эта крыса прилагается вместе с человеком, да? А, ну все, понял, хорошо. Так, этого мы в чистилище. Так, нам нужен какой-то в ад. Вот этого в ад. Да, смотрите, первое мы выполнили. То есть, крысы тут будут бегать, а мы уже будем решать. Хорошо, кого в чистилище? Вот этого в чистилище. Верно. Чума плюс 10. И мы зарабатываем вот эти вот бонусы, да? Бонусы, бонусы. Так, у этого в ад. Все, мы выполнили задание. Слушайте, это было легчайше, на самом деле. Так, дальше. Кого в ад? Ну, давай тебя. Ты ничего не знаешь о безумии, что творится на дорогах? Так, его в чистилище. Вот этого. Да, парнишку мы в чистилище отправляем. Значит, сюда. Вот кого бы в ад. Вот кого бы в ад. В ад, в ад, в ад. Вот ты, душа. Стоп, а если у них поровну то, что? То, то, что? В чистилище? Ладно, в чистилище отправим. Так, кого в ад? Вот это в ад. В смысле? В смысле? В смысле ошибка? В смысле? Так, ладно, погодите. Так, кого в чистилище? Вот этого для начала давайте. Я, может, там что-то проморгал, да? Ну-ка, если я его в ад в рай отправлю, все правильно я сделаю? Да. Значит, я там что-то проморгал. Ну, вот наша первая ошибка. Я знал, что однажды этот день настал. Вот оно настало. Так, кого в ад? В ад вот тебя. В дине очередной. Надеюсь, ты меня простишь. Не, я тебя в чистилище отправлю. Так, а в рай я отправлю... Я так полагаю, если у них поровну, то я отправляю его все-таки в рай. Если у демона поровну, я отправляю его в ад. Я правильно понял? Здесь, да. Ну, тут некого ведь отправлять в рай, да? Кроме него. Да. Да, все правильно. Все правильно. Хорошо. Кого отправить в рай? Ой, в ад. Тебя. Кого еще в ад? Ну, тут много есть выбора. Давай вот этот чили. Хорошо. Одну ошибку я совершил. К сожалению. Но, но ладно. Я бы переиграл, возможно бы. Кстати, денег нормально так далее, слушайте. Но пойдем дальше. Раз уж проиграл, то проиграл. Что ж поделать. Ты ходишь в закусочные у голода? Видел там кофеварку. Может, купишь? Может, купишь мне кофе? Там продается лучше из кофе, что я пробовал. А уже... Фу, блядь. У кофе из автомата совсем не тот вкус. Так, а вы что скажете аналитики? Господа, перед вами долгосрочное влияние соусов на наши рецепторы. Там график просто летит. Красная кетчуп, желтая горчица, белая майонез. А где майонез? А, так она белая. Ну, вы гений, блин. Не вижу белую. Балда, она же белая и доска белая. Точно. Отлично поработали. Заебись. Так, очередной можно заказ взять. Очередную книгу. Такую же, да? Да, такую же. Окей, будем брать. Нам за это, наверное, дополнительные деньги дают. О, доп. клиенты плюс 50. Деньги плюс 50. Репутация плюс 50. Это мне. Это мне надо. Деньги лишними определённо не будут. Так, мне попросили ещё в закусочную съездить голода. Погнали посмотрим, что у нас там. Вау, ты кто? Кофе платный. Плати и бери. 25 баксов. А, вот кофе. Давай возьму одно кофе. Нормальное, блин. Одну зарплату свою отдал, к сожалению. Мы его забрали прямо в дождь. А этот лежал рядом. И чего рассказал. Вред какой-то нёс про то, как ощущает себя раб. Знаешь, чего я не понял во всей этой истории? Что? Причём тут лезвие. Там не было никаких лезвий. Наверное, он простудился. Наверное, галлюцинация. О чём речь вообще? Ну, скоро... Ебать, тут очередь. Тут вообще есть алкоголь? Ясно, понятно. До свидания. Так. Можно в профсоюз? А, так мы и были в профсоюзе. А, ну ясно. На кофе. Горяченькие. У тебя ничего не спрашивали? Конечно. Зачем кому-то что-то у тебя спрашивать? Спасибо за кофе. Пожалуйста. Профсоюз плюс 25. Но на это я и рассчитывал. Что у меня вот это моргает? А, любовь жнец кофе. Кофеман, бывший распределитель. Сменила работу по отправке клиентов на распитие кофе. И пояснение задач новеньким распределителям. После работы с большим энтузиазмом смотрят журналы с кофемашинами и аппаратами с кофе. Действия у кофемана пока нет никаких просьб. Ага, понял, принял. Хорошо, задание мы взяли. Пойдемте, наверное, еще на одну миссию сходим. И на этом уже можно будет заканчивать серию. Возможно. Охрана Чистилища. Так. Ангелы Чистилища. Демоны Лабиринтов. Эй, следи за языком. Прости, друг. Это Минотавры. Охраняющие клетки, этажи и Лабиринты Чистилища. Профессионалы своего дела. Быть вечными стражами у них в крови. Обладают выражением признаков Чистилища. Значит, дорога туда для них всегда открыта. Но как и ангелы с демонами, эти парни могут быть отправлены и в другие места. Зависит от признаков. Только будь аккуратен. У этих ребят очень острые рога и крепкие копыта. Протыкаем и топчем с начала времен. Это как звучит хорошая реклама, собственно. Кого в рай? Давайте начнем тогда с того, что отправим вот этого человека в рай. Готово. Дальше. Кого еще в рай? Давайте. Вот этого. Да, давайте. Хорошо. Можно в Чистилище? О, спасибо. Этого отправляем в Чистилище. Выполняем задание. Ой, ват можно? Нет, нельзя. Ладно, подожду. Вот этого тогда. Ой, можно ват. Давайте ват-вот. Ой, спасибо. Уходили так, уходили. Опять в Мариот. Это Надел. Сколько раз ты умираешь? А, ну, в принципе, ладно. Ты же, ясно. А, так, в Чистилище. В Чистилище у нас кто идет? Ты идешь. Хорошо. Кого в рай? Вот этого чувачка. Еще кого в рай? Ну, давай вот тебе. А, ват, мы Минотавра. Я ведь правильно все сделаю? Да. Все, замечательно. 18, кстати, надо аж человек отправить. Нифигаш себе, я сказал себе. Так, Марио, иди-ка ты в Чистилище. А тут тепло. О, ну так тут оставайся. Еще без проблем, братишка. Так, у нас очень много ват, кого надо отправить. Прям целая куша. Так, давай отправляйся. В смысле? А почему? У него же 2 было. 2 ватт было. Не понял. Не, не, не допонял, честно. Если честно. Честно, если честно, то я не допонял. Так, в рай мы отправляем тебя. Опять одна ошибка. Не знаю, с этими англами что-то не так. Может, надо будет их попробовать потом у тех, у кого будет 2 плохих. Вот, давайте отправим его в рай. Или вот этого. Посмотрим. Да. Ангелы вообще все прощаются. Они что, офигели? Я не понял. А я не понял. Ладно. Так, кого отправить в рай? А вот демона так можно, смотрите, в рай отправить. А, нет. А, нет. Ну тогда ладно. То есть на них это не распространяется, да? Поэтому, наоборот, распространяется на них тоже, типа, демократия. Хотя, о чем мы, блин, у нас там это, профсоюз. Вообще, о чем речь? И правда. О чем это? Окей. На одном хп выжили. Отлично поработал. Но, на самом деле, не очень. На цешечку. Я бы заново переиграл бы. Но делать мы этого не будем. Наверное, никогда. Будем играть так, как есть. Что ж поделать? Возьмешь мне еще кофе. Только в этот раз с тройным ореховым сиропом. Жаль, кофе не наливает в бочки вместо стаканов. Мечтательно вздыхает. Окей. Так, никто нам ничего не раз... О. Так. О, Жнец. Ты мне нужен. Я закончил свой проект, но нужны тесты. Представляю тебе голубое сердце. Ты можешь называть его своим дополнительным шансом. Возьми сердце и заверши одну ошибку во время работы. Мне нужно знать, сработает ли оно. Хер. О, давайте возьмем. Слушайте, это ембово. Серьезно? Оно навсегда со мной? Было бы неплохо. Но, друзья, на этом, думаю, можно закончить эту серию. Обязательно пишите в комментариях, как вам игрушка. Стоит ли мне ее проходить? Или же нет? А с вами был Какся Злео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Ставьте лайки. Не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А мы увидимся с вами уже завтра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok